Спаял генератор импульсов. Тупый шпунг. Схема такая. База взята. Немножко переделаем, чтобы была инверсия. Вот отвертка сделана пластмассовая. А то от этой наводки бывает идет. Наводки бывает идут. Вот покажу как двигается импульс. Наступый конец возле индуктора. Один раз засуну его в трубу, а он его поплавит. Даже на какие 4 секунды засуну его. Или один импульс подается. Вот тут и тут. Вот покажу как он двигается. Вот почему-то на этой стороне пищит. Вот так не пищит. Ладно, тут он в общем раздваивается. Вот так вот идет. Перекрывает нижний горбик. Пропадает. В общем, что нам надо, чтобы внизу перекрывалось. Взял теперь синхронизацию другого канала. Теперь на верхушке будет. Вот перекрывает. Внизу раздваивается, наверху не раздваивается. По-моему тут нужно было. Регулятор более. У меня один килоом, а нужно еще на каких-то хотя бы 220 или 100 Ом еще дополнительные. Что более чутко можно было регулировать. Теперь уменьшим скважинность. Пусть пула. Коля. На верхушке. По-моему если вы 那 Argument зал за заго hamburgу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это все пока питается 12 вольт. 14 вольт. Попровод тоненький. Потом нужно будет запитаться 25 вольт. Нужно быть лучше. Вот запитал 25 вольт. Ничего остального не менял потребление. Тут вот такая... Немножко такой как бы дух видимо от того, что... Это такие импульсы от генератора, от этого импульсного блока питания, который я сделал. Там обратная DS идет, он тут передается. Там видимо нужно отфильтровать. Я знаю как там... Наверное... Но... В общем так я не хочу, потому что так будут совоединились, как я думал. А, что, в общем так же. А, что, это, что, что, Продолжение следует... 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 Там где-то 30 метров провода, 25 метров можно. Досилограф вытащил, загорится светодиод. Минус осциллографа заземлений. Раньше у меня, когда пачка была наоборот, с осциллографом ярче было. Когда индуктор был откручен, тогда опять осциллограф все тушил, тут светодиод тушил. Можно немножко скваженность увеличить. Видите, пищать начинает. И что-то эти отвертки наводки нужно вот такая вот пластика. Вот уже 5 ампер, где-то когда 5 ампер уже напряжение падает, уже каких-то 20 вольт становится. 21 вольт. Поэтому выше 4 ампер. Уже при 4 ампер где-то 23 вольта становится. А до 4 ампер 25 вольт держит. А потом уже постепенно начинает падать напряжение, увеличивая ток. Это такая особенность этого импульсного блока питания. Я бы мог бы там тот резистор поставить вместо 0,47 вольт поставить с каких-то 0,33 вольт. И тогда бы ток мог больше раскачать. Но я не хочу как-бы перегружать. Но как-бы если потом где-то коротнет, тогда такой ток может поплеться и все остальные. В общем, может много что попалить. Так, зато будет на меньшем токе защиты срабатывать. В общем, как-бы безопаснее транзистор еще сможет перегреться с ним. Увеличивая защиту затилы, чтобы срабатывало на большем токе. Тогда будет где-то 25 вольт. Может на каких-то 6 ампер будет выжаться стабильно. Но если интересно, что сможет тот транзистор, то блока питания самодельного загорит. при такой вентиляторе. Он же взял более сильным вентилятором вот таким. И тогда даже у меня не просто 5 ампер и 10 ампер мы выдержим. А они опять. Но когда отключил этот щуп, тогда немножко дрожит смысл воды больше на воду. Вот попадаю в деталь, ничего не происходит. Нагрузка 20 ватт как горела, так и горит. Если индуктор не заземлит, вот этот начало индуктора, L1 начало, тогда еще сможет как-то влиять немножко. Прибавка будет идти по свечению. Но это сложение мощности. Транзистором горячим. Транзистором горячим. Вообще-то нужно было бы и RFZ ставить на просто. Думаю, может тут какие-то обратные импульсы идут. Но нужно по высоковольтнее. Если бы Руслан проверил на RFZ 4.4, если бы его на них работало тогда, которые 55 мм, если поставил, они тут более пригодные, они бы не так грелись. В общем, скважилась. Наверное, уменьшила, то еще могут сгреть транзисторы. В общем, 2,7 ампер. Общее потребление. Это резоняется по школе на струю. Теперь еще импульсом погоняем. Это резоняется по школе на струю. Так почему-то шипит. Что-то шипит. Проденсатор может. Или вот этот дроссель. Похоже, это дроссель свистит. Что такое? Что-то отсюда свист идет. Вот, перестало свистеть. Утромал отсюда конденсатор. Вот, но все равно пищит, но не такой писк. Поехали. 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 Суну. Пёхали земной Вот эти такие объемы, это выброс этого импульсного облака питания на водке. Вот такие объемы, это выброс этого импульсного облака питания на водке. Регулирую длительность импульса и самую большую амплитуду пробую добиться. Регулирую длительность импульсного облака. Вот такие объемы. Регулирую длительность импульсного облака. Продолжение следует... Так что вот есть зазор, есть скважинность где-то 35% перед тёплыми, свободной энергии как ни было, так и нет. Вот транзистор 1-640М, по-моему может высековать, но более лучше бы подошёл на 500В. Жалко их ставить, такие дорогие как бы. Там же эти 1-640М пошёл, что там их мало осталось. Ну вот 3 похоже, а было 10. Четыре. Вот такой импульс. Одна клетка две микросекунды. Двух микросекунды длины импульса. Вот такой её фронт. Закрытие фронт побыстрее. Открытие медленноватый. Открытие медленноватый. Открытие медленноватый. Открытие медленноватый. Открытие медленноватый. Показывает 5 вольт клетка, 1, 2, 3, 4, 5, 25 вольт, показывает, что у нас затвор идет. Сделал капонаду от антенны, поставил на разрядник. Там разрядник не видно, идет на землю, и тогда застряется как бы импульсная стилография, по крайней мере, все лишнее отсеевывается. Понимаете, какой индустрий. Все, вам поток не дает. Там уже можно закрутить. Включил пушку. Вот, самое мнение, там ничего не дает. Не угоняю. По дизайну. Из-под задачи. Показываем. А вот на Продолжение следует... Продолжение следует... Сделал, чтобы в ручном режиме пачки регулировались. Поставил пачек генератора, который в ручном режиме регулируется. Могу двигаться. Продолжение следует... Отцепил от заземления индуктор. Раньше помню, когда цеплял от заземления индуктор, то лампа ярко горела. Тесла давала прибавку по свечению к лампе. Отцепил от заземления индуктор. Отцепил от зазем. Это место интересно. Синхронизации нет, но вот как-то засинфонизировалось. Теперь только начало уже прибыть. Раньше стояло жестко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лампа горит где-то на 70 вольт, это съемная. Лампа горит. 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 Удрав яйцо. Лампа горит. Лампа горит. Продолжение следует... Продолжение следует...